Президент моего сердца Рустам Миниханов на энергетическом форуме на этой неделе призвал всех очнуться и начать жить и работать так, как этого требует сегодняшняя обстановка. Он подобрал очень правильное слово очнуться, очнитесь наконец. Очнуться значит выйти из анабиоза, состояния моя хата с краю, ничего не знаю. Потому что атаки беспилотников по общежитию в Елавуге, где спали ни в чем не повинные дети, показало, что война уже стоит на пороге нашего дома. И все должны быть готовы защитить свой очаг и свою семью. 1 апреля мы с вами снова проснулись в другой республике и в другой жизни. Надо очнуться, осознать это. И нам, к сожалению, совсем не до смеха. Диляра Юсупова продолжит. Кадры очевидцев. Видно, как дрон пикирует и взрыв. Уже чуть позже несколько фотографий предприятий разрушенного общежития в особой экономической зоне Алабуга. В здании выбиты окна, разбиты стекла и вылетели рамы. Первая информация, которая стала известна. Взрыв произошел на территории особой экономической зоны Алабуга утром во вторник. Есть пострадавшие. Уже через несколько часов наша съемочная группа находилась на месте. Подробности не разглашаются. Предприятие работает в штатном режиме. Автомобили проезжают КПП. Все как обычно, разве что усиленная охрана на въезде. Технологически предприятия не пострадали и продолжили свою работу. Но вот люди, 14 человек стали жертвами беспилотников, в том числе двое несовершеннолетних погибших. Нет. При такой ситуации это можно назвать чудом. Я приехала работать и учиться в Алабуга Политех по направлению сервиса гостеприимства. Работать собираюсь в шоколаднице. Сейчас со мной все в порядке. Те, кто совершил атаку на наше общежитие, настоящие варвары и заслуживают очень серьезного осуждения. На мой взгляд, целью было нас запугать. Я хочу вам сказать, что это у них не получилось. Меня не испугать, ведь Алабуга сильное место и мы справимся. Часть уже дома, еще несколько человек госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. Два дрона упали на Алабугу. Еще один попытался добраться до нефтеприорабатывающего завода в Нижнекамске. Но его смогли обезвредить с помощью системы РФ. Я его видел, этот самолет. Он летел над парком. Но я как бывший, скажем, ПВО, я на С-200 служил. Я думаю, что если здесь поставить, по низкой летящим целям поставить, последнюю, как говорится, и по зенитам. Сейчас же у нас много таких интересных. Мне кажется, ничего страшного. Глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов заявил, что атаковавшие этот арстан дроны были однозначно выпущены с территории Украины. Ему пришлось преодолеть более тысячи километров, что для многих беспилотников невозможно. Но, судя по видео, это был не просто дрон, а переделанный под беспилотник легкомоторный самолет. Били из-под тяжка, били по мирным людям. Цинизм, да и только. Мы имеем дело с очень подлым противником, который не воюет традиционными методами, а который привык бить из-под тяжка. То есть, по сути, продолжают все эти террористические атаки. Ведь что такое удар по Илэбеге? Это ведь не удар по какому-то военному объекту или промышленному объекту. Это удар по общежитию, где живут обычные люди. И здесь была задача в том числе побудить, и я хочу сказать, что в социальных сетях будут разгоняться соответствующие тезисы, побудить студентов уходить из перспективных высокотехнологичных отраслей промышленности. Нам остается ответить, как всегда, нашим сплочением и еще большей работой на благо нашей страны. Не паниковать призвал и Раис Республики. Татарстан – привлекательный регион для врага. Татарстан – это глубокий тыл. И до недавних событий считалось, что уж туда-то им не дотянуться. Практика показала, что не все так просто. Вчерашняя ситуация, она говорит, какие участки самые у нас поражаемые и ощутимые. Конечно, энергетика. Это, конечно, наше производство. Они все работают на энергетике. Вот ничего делать не надо. И это враг чувствует. Везде у нас запас должен быть, везде у нас должны быть бригады, везде мы должны понимать. Но не надо ждать, что у нас противоракетная оборона, она сегодня решает другие задачи. Мы должны своими силами решать эти вопросы. Нужно понимать, что Татарстан – один из локомотивов развития России. Успешный регион, который славен и по праву гордится своими крупными промышленными предприятиями, научными, инфраструктурными объектами. И получается ударить по такому субъекту – для террористов интересная, наверное, задача. Они желают показать, что могут доминировать и вдалеке от границ, от линии боевых действий. Главное сейчас ни в коем случае не поддаваться панике, не распространять непроверенные факты, поддаваться слухам. Это тот случай, когда в самом прямом смысле нужно проявить хладнокровие. Необходимо скоординировать силы для защиты, где-то усилить наблюдение и охрану. Народный фронт показывает приложение, с помощью которого каждый из вас может стать частью безопасности региона. Например, мы видим беспилотник. И сообщить. Мы направляем на беспилотный летательный аппарат, фиксируем его, и в дальнейшем сведения уже подспывают в информационную систему. Нас хотят запугать, посеять страх в мирном населении, но врагам это не удастся, потому что, когда возникают трудности, это объединяет наш народ. В городе спустя несколько часов все спокойно, разве что некая тревога неизвестности. Охрана местного училища теперь смотрит в оба. Мысли о пострадавших студентах не дают покоя. Строго у нас все студенты заходят по пропускам. Строгий, в общем, охраняемый режим. Мы надеемся, что этого больше не будет. Бесполезно. Хочет напугать. Но у меня лично... Я не за себя боюсь. Я за учеников боюсь. Нас не спугать, нас не ослабить. А цель атаки была именно такой. Разобщить, разделить, посеять сомнения. Но вышел обратный эффект. Нас ослабит? Нет. Уже поздно. Они проморгали в то время, когда ослабить нас можно было. 90-е годы, вспомните, мы на коленях стояли. Время пройдет, все поставят на место. Они хотят нас разрознить всех. Вот, чтобы мы не были такими, чтобы мы все вместе, чтобы против них все. Вот они все боялись. Они убрать вообще Россию хотят убрать. Да разве они уберут Россию? Весь день с утра людям поступают звонки из других регионов и даже стран. Все, что удалось недоброжелателям, объединить Россию и Татарстан. И они спрашивают, а к вам в музей можно приехать? А ваши мероприятия, которые проводятся ежегодно, стали традиционными, ожидаемыми, не отменятся? Вы понимаете, что у людей при такой ситуации, ужасной ситуации, хочу сказать, есть огромное желание бывать здесь, в этом красивом городе. И поэтому мы должны сегодня все, объединившись, говорить фашизму, нацизму нет и двигаться вперед, побеждать. Этой атакой они пытались добиться, устрашения народа. Но, как показалась ситуация с тем же Крокус-Сити, все подобные атаки в все времена наш народ только сплочали. Наш народ, наоборот, объединяется вокруг какой-то общей угрозы. И тем самым, наоборот, мы становимся только сильнее. Такие моменты. Важно, чтобы внутри народа, внутри студенчества, молодежи, мы ни в коем случае не поддавались панике. Это, наоборот, для нас такая хорошая причина для того, чтобы мы могли сплотиться. Следственный комитет России уже принялся за расследование атаки на города Татарстана и обстрелы Белгорода и Донецка. Ведомство обещает установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Диляра Исупова, Роман Безмена, 7 дней.